Зачастую граждане, участвующие в долевом строительстве, даже не знают своих прав. Между тем, 214-й федеральный закон предусматривает разные формы ответственности за нарушения застройщикам сроков сдачи объекта, включая пени, штрафы и даже уголовную ответственность. По всем существующим на территории Одинцовского района объектам строительства, по которым застройщиками нарушаются сроки передачи, переносятся ранее запланированные сроки, городской прокуратурой, вне зависимости от того, поступают к нам обращения граждан или не поступают, проводятся проверки соблюдения застройщикам требований федерального законодательства, в том числе и проверки в ракурсе целевого использования застройщикам денежных средств, полученных от граждан. Эти проверки прокуратура осуществляет во взаимодействии с профильными подразделениями полиции. Сегодня уже есть реальные уголовные дела, возбужденные в отношении застройщиков, которых заподозрили в нецелевом использовании средств, полученных от граждан. В отношении ряда руководителей компаний застройщиков рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кто-то уже на данный момент пытается скрыться от правосудия, от органов следствия. Меры в отношении них уже принимаются в рамках расследуемых уголовных дел. Городская прокуратура внимательно следит за тем, чтобы застройщик в полной мере информировал участников долевого строительства о ходе работы и изменении сроков сдачи объектов. Сотрудники прокуратуры надзирают и за деятельностью организаций, привлекающих средства людей путем создания жилищно-строительных кооперативов. Создавать ЖСК законом разрешено, но тут встречаются свои подводные камни. Если гражданин изъявил желание вложить собственные средства в строительство дома путем передачи денег не застройщику на основании договора долевого участия в строительстве, а путем вложения денежных средств в качестве пая в жилищно-строительный кооператив, ему нужно в любом случае всегда обратить внимание на то, что кооператив данный должен осуществлять строительство одного дома и этажности не более чем три. Если кооператив собирается строить более одного дома и выше трех этажей, это прямой повод отказаться от вложения средств. Выход за рамки разрешенных параметров, скорее всего, свидетельствует о недобросовестности застройщика и подготовке им мошеннической схемы. В этом случае есть все основания для обращения в прокуратуру. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».